Пенсионер Надежда Ильиченкова каждый день приходит сюда на рабочее место. Здесь она продает теплые вязаные носки. Ежегодно Надежда наблюдает одну и ту же картину. Падает снег, падают люди. Это как очевидный результат кропотливой работы коммунальных служб на дорогах, рассказывает пенсионер. Практически не убирают. Потому что у них то и машина сломана, то и еще что-то. И в общем, вот люди скользят и падают. Так что не убирают. Редко когда убирают. У меня супруг, допустим, он там подскользнулся, упал, и потом давление подскочило, инсульт заработал. Инсульт – это, видимо, не самое страшное. Тем паче, что это доказать еще надо. Вот здание гороадминистрации Алматы. Здесь сидит человек, который обещал алматинцам, что поскользнуться или увязнуть в мегаполисе будет достаточно сложно. Судя по чистоте территории Акимата, городоначальник Ахмеджани Симов слово держит. В остальных частях города можно смело вставать на конки. Нигде не убрано. Как снег пошел, так нигде не убрано. Скользко. Вдруг мою ногу поронит. Не знаю, вот невозможно ходить. Лед такой ужасный. Очень даже неудобно. У меня уже одна знакомая, сегодня ногу сломала. Ответ на вопрос, кто конкретно за весь этот ледниковый период несет персональную ответственность, сегодня, кажется, найти невозможно. За последние сутки на дорогах Алматы две сотни аварий. И это только официально. Владелец автомастерской Владимир Шималин вроде бы должен довольно потирать ключи, засчитать барыши. На сегодняшний день у нас за эти два дня обратилось, что 10 человек записаны как бы в очередь. И вот на сегодняшний день еще там 2-3 машины зайдут. То, что приходится разгребать городскому руководству, это последствия прямой бесхозяйственности, говорят алматинцы. Зимними осадками тут, похоже, борются по своей особенной есимовской технологии. Глаза ее, правда, редко кто видел.